МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии Анастасия Лаврова. Смотрите сегодня. Фальшивые права, как задержали водителя Газели. Придется раскошелиться, почему Амич накопил долг. И скромные герои, кто помог задержать нарушителя. Расследование уголовного дела в отношении бывшей чиновницы мэрии продолжается. Показания дали уже 16 потерпевших. Но их, по версии следствия, может быть больше. Напомню, как следует из материалов дела, 37-летняя сотрудница управления муниципального заказа администрации Омска продавала путевки в детский сад. За 25 тысяч рублей женщина обещала устроить ребенка в дошкольное образовательное учреждение без очереди. За мошеннические действия с использованием должностного положения ей светит до пяти лет лишения свободы. Но дама настаивает на переквалификации дела на просто мошенничество. Оно и понятно. Эта статья попадает под амнистию. По мнению следствия, все потерпевшие, которые передавали наказанному лицу денежные средства, интересовались, действительно ли она работает с сотрудником администрации. А на официальном санте администрации имели сведения о том, что она является сотрудником администрации. Кроме этого, вводила заблуждение при помощи знакомых о том, что она действительно работает с администрацией. Поэтому следствие считает, что именно благодаря тому, что она находилась в указанной должности, у нее имелась возможность реализации своих преступных умыслов. То есть в настоящее время, я думаю, в последующем переквалификация не усматривает. Обвиняемая вернула деньги потерпевшим. Общая сумма примерно 400 тысяч рублей. Кстати, ни один ребенок так и не попал в детский сад по такой противозаконной протекции. Следователи обращаются к мячам. Если вы клюнули на удочку этой женщины, звоните в правоохранительные органы. Управлял маршруткой по поддельным водительским правам. В Омске сотрудники ГИБДД остановили водителя микроавтобуса. На 99-й, справа останавливаемся. 525. Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, остановился по первому требованию инспекторов. Своей вины рулевой не отрицал. Насторожило полицейских другое, а именно водительские права. При детальном изучении стражи дорог поняли, что держат в руках подделку. В ходе дополнительной проверки также было установлено, что данный водитель микроавтобуса уже лишен на 18 месяцев права управления транспортным средством за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия. Рулевому с поддельными водительскими правами светит штраф в 30 тысяч рублей. Либо административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок до 200 часов. Сняли с поезда. Судебные приставы установили местонахождение амича, который больше года находился в розыске. Долг мужчины почти дотянул до 2 миллионов рублей. Наш репортаж. 49-летний амич по имени Шура такой встрече, похоже, не удивлен. Он в сопровождении судебных приставов спокойно покинул поезд. Уже в отделе он признается, что о своих долгах знает. Платить бы и рад, но нечем. Вы знаете, у вас задолженность какая? Например, вы знаете, я сейчас... Ну сколько? Сколько есть, это все... Я, по-моему, не ошибаюсь, там больше полутора миллионов, да, у вас? Если все сложить, всем кредитам, обязательствам. Ну, все я буду платить, я знаю, что мои долги. Шура рассказал свою жизненную историю. Он разорившийся фермер. Деньги нужны были для дела. Но оно прогорело. Не мужчина в поисках заработка отправился на стройку. Но доход бригадира не смог покрыть огромный долг. Сегодня же вручено требование и предупреждение об уголовной ответственности, если в добровольном порядке сумма выплачена не будет. Также осуществляется проверка имущественного положения должника. В отношении мужчины на исполнении находятся шесть производств. Шура задолжал как физическим лицам, так и банкам. Общая сумма почти 2 миллиона рублей. А Мич не платил по счетам на протяжении года. По месту регистрации не проживал. Официально нигде не работал. За что и был объявлен в розыск. Это было последнее предупреждение. Если Шура не начнет погашать долг, он будет привлечен к уголовной ответственности. Также мужчина теперь не сможет покинуть пределы страны. В Омске арестовали автомобиль злостного нарушителя правил дорожного движения. На счету 30-летнего водителя более 150 непогашенных штрафов. Эта машина слишком часто попадала в поле зрения камер ГИБДД. Разыскать Шумахера полицейским было непросто. Мужчина не проживал по месту прописки. Но все же инспекторам удалось вручить ему повестку для явки в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. Мужчина пришел, но на своих двоих. Спустя два дня мужчина пришел, по его словам, пешком в подразделение ГИБДД для разбора. Однако, несмотря на старания нарушителя, его автомобиль был обнаружен сотрудниками госавтоинспекции. На место были вызваны судебные приставы исполнителей, которые изъяли автомобиль. Ладу эвакуатором доставили на спецстоянку. Там она пробудет до тех пор, пока долг не будет погашен. Также за неуплату штрафов водителю судом установлено временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Сегодня сотрудники ГИБДД наградили двух омечей. Олег Заутинский и Сергей Соловьев стали очевидцами ДТП, о котором мы уже рассказывали в жесте. 12 февраля в Центре Омска водитель сбил школьницу. Мужчина не оказал девушке помощи и скрылся с места ДТП. Однако спустя несколько часов нарушителя задержали. Помогли записи с видеорегистраторов, которые добровольно предоставили герои нашего следующего сюжета. В тот день моя внучка Аня в 6 часов пошла, как обычно, на курсы математики. Людмила – бабушка 16-летней школьницы, которая сейчас лежит в больнице. У девушки трещина в черепе и множественные ушибы тела. В тот вечер, говорит Людмила, ее внучка переходила дорогу по пешеходному переходу. Вдруг вылетела девятка и сбила ее на полном ходу. Где-то на третьи сутки этот водитель мне позвонил. Позвонил, попросил о встрече. Мы с ним встретились. Вот я узнала, что ему 24 года. Что он якобы сказал, что он сильно напугался. И поэтому он скрылся. Да, он сказал, извините, простите, но не знает, что ребенок с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Не принес, хотя бы какие-то фрукты передал или что. Естественно, ни о какой компенсации он ничего не говорил. Вот как все произошло. ВАЗ, девятая модель, ехал по улице Куйбышева в сторону улицы Красных Зорь. Вот мы видим эту машину. Рулевой уже совершил наезд на подростка, но даже не притормозил. Олег Заутинский собственными глазами видел это ДТП. Подстановился, подъехал, подошел к экипажу ДПС, спросил, догнали, не догнали. Сказали нет. У меня на записи регистратора была эта машина. Я доехал до дома на большом экране. Посмотрел номер, позвонил 02 и передал информацию по машине. То есть номера, приметы и так далее. Благодаря такой активной неравнодушной позиции злоумышленника задержали в этот же день. Им оказался 24-летний водитель, который отказался от медицинского освидетельствования. Сегодня Олегу Заутинскому и Сергею Соловьеву сотрудники госавтоинспекции сказали спасибо. Мужчины не проехали мимо чужого горя. Более того, поспособствовали раскрытию преступления. Сейчас с нарушителем работает полиция. Он отказался от прохождения, потому что он пояснял, что после того, как попереживал, после этого выпил стакан пива и так далее. Но это уже равнозначная вина здесь уравнивается. Чего-то испугался, непонятно, чего ехать, управлять автомобилем, не боится. Здесь испугался, тем более автомобиль был не его. По данным Омской полиции число так называемых «неочевидных» ДТП растет. Только в прошлом году было совершено более 250 таких преступлений. 40% из них так и остались нераскрытыми. Когда злоумышленник скрывается с места происшествия, для следствия важна любая информация. Поэтому поступок этих омичей сотрудники ГИБДД называют не иначе, как геройством. Впрочем, Олег Заутинский и Сергей Соловьев скромно не соглашаются с этим. Так, говорят, поступил бы любой нормальный человек. Благодаря видеорегистраторам, благодаря неравнодушным людям, которые все это засняли, которые оказывали помощь моей девочке, спасибо им огромное. На сегодня это все криминальные новости. Редакция программы «Жесть» поздравляет сильную половину Омска с наступающим праздником. Увидимся в понедельник. Будьте осторожны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова